Автор обзорного текста к этому буклету Владимир Короткевич, знаменитый писатель, ставший одним из классиков белорусской литературы XX века. Вот его статья. Если есть на земле сказочные страны, то одна из них — Беларусь, потому не исчезают следы на ее дорогах. И кто видел ее, вернется. Кто не видел, смотрите. Мы приглашаем вас, добрые, добрые люди земли. Здесь жить художникам и поэтам. Здесь синий-зеленый лес с голубыми озерами, в которых, как говорят предания, утонули города. Слышите перезвон подводных колоколов по ночам? Упругие волны Днепра в суровых берегах, мягкие взгорье новогрудчины и вечный шум первобытных лесов Полесья. Они шумят под лельчицами, шумит, перекликается с ветром тысячелетний царь-дуб. Девушка целует подсолнух, шелестят золотые боры, и в густом напоенном хвое сумраке уютно расселись симпатичные кряжистые деды-боровики. И повсюду труд, труд народа, который знает цену хлеба и любви, цену свободе, родине. И везде забота о живом, везде широта человеческой души. Наша природа — это наша душа. Сумрачные, как старинные баллады, руины замков, светлые дворцы и храмы, шиповник на тихих сельских кладбищах, свечи берез на полянах и зеленые языки можжевельника среди желтого ржаного раздолья, и вереск, на который падали предки, защищая свою отчизну. Все это тоже душа народа, и земля его, перетертая до последней песчинки заботливыми руками. Багряный закат и поникшее дерево осени, сирень у заброшенных старых часовен, и синий полет сизоворонки, туман и червонная кипень люпина — это мы. Мы из нашей земли, из неба, из мощи лесного зубра и трелей соловья, самых нежных в мире. Крякают дикие утки в затоках, Мягко бьет пыль между пальцами босых ног на далеких дорогах, И сладковатый дым костров по вечерам, И настиж распахнутые двери в хатах. Иди, человек! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok